Одной ночью я не мог уснуть. И я проснулся примерно в 4 часа ночи и подумал, что мне следует помолиться. Ассаляму алейкум, варахматулла, баракаду, братья и сестры, дорогие друзья. Надеюсь, у вас все хорошо, иншаллах. Братья и сестры, вы, возможно, знаете, что у Эйджея, который известен как Энтони Джошуа, скоро у него бой в Саудовской Аравии. И ему там репортер задал один очень важный вопрос, на что он очень интересно ответил. По сути, он даже не утверждал, что он мусульманин. Он сказал, что иногда, когда он занимается в зале, или же просто чувствует себя нервно, он не может уснуть. Он сказал, что он как-то не мог уснуть, и он услышал азан, призыв на молитву. Я думаю, он присоединился к своим друзьям-мусульманам. У него много друзей-мусульман. То есть он проснулся на фаджер. Это очень интересно, братья и сестры, если вы только подумаете. Недавно я наткнулся на немусульман, которые на самом деле хотят попробовать эти вещи. Я их понимаю, потому что, когда я начал изучать ислам, то я сразу начал поститься, так как хотел попробовать, что это вообще такое. И то, что он сказал, мне это знакомо, потому что я помню, как сам хотел попробовать, что значит пост. В действительности, ты начинаешь ощущать сладость молитвы только тогда, когда ты становишься верующим. Так как обычно, будучи неверующим в период совершения поста, ты думаешь такой, ну, не ем я, а почему? Ну, не знаю даже, просто пробую. Пост, молитвы и другие вещи из числа ибады, они являются фардом для нас. И ты можешь почувствовать сладость этих действий, иншаллах, только тогда, когда ты выполняешь их во имя Аллаха Субханава Тааля. Это очень интересно, что Энтони Джошуа захотел проснуться и пойти на фаджр, который, в свою очередь, является одной из самых сложных молитв, братья и сестры. Что это может сказать о нас? Как много мусульман, которые сейчас смотрят это видео, не встают на фаджр? И сколько вас тех, которые говорят, мол, что они не могут проснуться на фаджр, потому что они устали? И тех, которые говорят, что у них трудная жизнь? В двух словах, то, что вы пытаетесь сказать, звучит следующим образом. А у Зубиля, вы говорите, что Всевышний, который создал небеса и землю, не осознавал этого, когда он послал ангела Джабраила к пророку Мухаммаду, мир ему благословение. Когда дело дошло до низ послания намаза, то пророк Мухаммад, он вынужден был отправиться на небеса и получить послание намази, что, в свою очередь, показывает нам, насколько это важно. Братья и сестры, когда вы пытаетесь сказать, что вы не можете проснуться на фаджр, вы, получается, хотите сказать то, что Аллах не берет в счет вашу занятость этой мирской жизни и заставляет вас выполнять то, что вы не можете сделать. Мысль о том, что Аллах заставляет вас сделать что-то не осознававших проблем, это может провести к серьезным последствиям. Что за оскорбление в сторону Всевышнего? Если я подойду к своему сыну или, например, к своей дочери и скажу, мол, «Я хочу, чтобы вы что-то сделали», и на что они ответят, «Я не могу это сделать». А в действительности это будет выглядеть как будто бы я не осознаю то, что они не в состоянии это выполнить, но я заставляю сделать их то, что они не могут. Аллах прекрасно знает, что мы способны это сделать. В вашем распоряжении 24 часа в сутки. Молитва занимает всего лишь 5 минут. Одно дело, когда Энтони Джошуа, если он все-таки является неверующим, не просыпается на фаджер, и другое дело вы. Это все вопрос распределения приоритетов. Если бы я пришел к тебе и предложил тебе 5000 фунтов, если бы они у меня были, конечно, за то, что ты проснешься ночью на 5 минут, клянусь Аллахом, ты бы поставил 27 будильников, ты бы позвонил своим соседям и сказал бы, что, если я не проснусь, снесите мою дверь, ты бы сказал своей жене, чтобы она разбудила тебя, ты сделал бы все, что возможно в твоих силах, чтобы встать. А почему? Для того, чтобы получить 5000 фунтов. И все это вопрос распределения приоритетов. Но когда твой Господь обещает тебе джаннат вместо 5000 фунтов, что ты говоришь? «Ой, я устал». Не, не, не. Ты не устал, ты всего лишь... Это всего лишь твои приоритеты, это вопрос имана. Слушай, я тебя понимаю. Когда я прошел в ислам, мне тоже было сложно вставать на фаджер на протяжении одного года. Я делал дуа, я обратился к Аллаху, и в Аллахе, Субханна Ва Тааля, облегчил мне это. Но этим я хочу закончить. От Энтони Джошва мы можем излечь ключевой урок. Я не знаю, мусульманин он или нет, но давайте предположим, что нет. Если он может встать и пойти совершать фаджер, просто услышав азан, то как так, что ты будучи в мусульманской семье, где твои мама и папа мусульмане этого не делаешь? Я сейчас даже не говорю за тех, кто родился не в мусульманской семье. И в Аллахе даже они встают на фаджер. Слушайте, я сейчас не хочу, чтобы вы начали жалеть меня, но я помню, как я на цыпочках шел делать фаджер, чтобы меня не услышал мой отец. Как так получилось, что тебя, будучи рожден в мусульманской семье, родители умоляют пойти помолиться? Это все, что я хотел сказать сегодня, братья и сестры. Пусть это будет для вас напоминанием. Поставьте будильник. Даже сам факт того, что вы просто поставили будильник, это уже хорошо. Это означает, что вы уже пытаетесь проснуться. Поставьте будильник, даже если вы не можете проснуться. Зато вы будете знать, что вы пытались проснуться на фаджер. Маленькая сестры, братья, помогите. Нет у нас дома. У нас продуктов нет. У нас мама болеет. Мы не хотим от мамы. Нас забирают от мамы апрека. Мы здесь живем. Помогите, пожалуйста, ради Аллаха. Помогите нам. Мы даже не кушали. Нечего нам кушать. Мы у всех разных живем. У нас нет дома. И продуктов нет. Пожалуйста, помогите, ради Аллаха. Уважаемые братья и сестры, фонд Сабар открывают срочный сбор для семьи Фатимы. Она с тремя детьми и беременная четвертым. Не имеет собственного жилья и обратиться за помощью не к кому. Муж ее бросил с детьми. Опека хочет лишить ее родительских прав, если она не улучшит свои материальные условия. А также детей скоро нужно готовить к школе. Собранные средства пойдут к Фатиме и ее детям, для того, чтобы они смогли снять жилье, закупить продукты, одеть детей к школе. Очень просим вас не проходить мимо и по максимуму сделать репост. Да примет Аллах вашу милостыню, да воздаст Аллах вам благом в обоих мирах. Вся информация будет внизу в описании. Также внизу в описании я оставлю номер руководителя фонда, чтобы вы могли выйти на связь, задать свои вопросы.